шнурефат семгу мы с тобой еще не готовили ни разу приехали вот загородный дом к одному хорошему человеку будем сегодня готовить очень вкусное блюдо и покажем как раз как разделать семгу и что из нее можно приготовить в общем с одной стороны под плавником надрезаем переворачиваем руку не пора никого на зубы такие клыки да как ты сказал и с другой стороны также доходим до хребта и делаем вот так все на кире голову отделили ухо будет прекрасно шашлык из языков семги кто-нибудь ел когда-нибудь как раз на мои кубические шампуры пойдет так голову отделили теперь нам нужен острый хороший нож сейчас это сразу протрем чтоб не налипало когда работаете семгой нужно иметь под рукой либо салфетки либо полотенце что всегда можно было протереть и рыбу и ножи протрем рыбку теперь перевернем ее на себя возьмем острый нож и вот здесь над плавником нужно сделать надрез нож должен быть очень острый делаем надрез по позвоночнику и вдоль хвоста помечаем там где будем отрезать давай переверну и вот здесь также и прорезаем кости по хребту и вот здесь заканчиваю об вырезка филе миньон теперь переворачиваем филе ху вот так и убираем в емкость вот получилось у нас здесь хребет вот здесь продеваем под хребтом ножом вот так и удаляем хребет хребет идет голове на уху вот так можно его сделать вот так вот так и вот так да не сказал самое главное рыба у нас чуть-чуть подмороженная для того чтобы с ней было удобно работать потому что сейчас жарко чтобы она не таяла пока мы ее разделаем как раз она уже остается для блюдо которое мы будем сегодня готовить нам понадобится только филе поэтому нужно убрать ребра ребра и отправить их голове и хребту это будет все ухо так также нужно будет этот жирок снять вместе с пузиком это мы потом посолим к пиву теперь нам нужно снять кожу с рыбы вот пока она замороженная кожу можно легко снять вот такими нехитрыми движениями вот оно филе которое нам нужно вот оно филе которое нам нужно да теперь то что вот здесь осталось мы снимем аккуратно ножом и это у нас пойдет на засолку вот так нужно взять нож и шкуру просто тащить вот так вот так вот такие вкусняхи будем пить с пивом кушать с пивом все все о хороший пес большой берем теперь филе и нарезаем на порционные кусочки которые которые удобно будет кушать вот так переложим их в емкость режем рыбку на филе на кусочки вернее филе уже и так готово на порционные будем готовить президентское блюдо по-другому его не назовешь никак такие вот получается полустейки без костей просто будут затекать в рот начинаем готовить наше блюдо нам понадобится сливочное масло режем на произвольные куски вот так и укладываем все вот в такую большую хозяйскую мужскую сковороду мужскую да сегодня у нас мужская компания будем праздновать 11 месяцев нашему каналу и 50000 подписчиков следующим слоем у нас пойдет картошка картошку режем кольцами чтоб она успела приготовиться рыба готовится быстро овощи тоже поэтому картошку нарезаем не толсто и на сковородку к маслу так теперь гвоздь программы все мушка так вот красиво раскладывая наверно да вот так будет поинтересней семги много чтоб вся поместилась на бок положим что за звуки там рифат ты тоже это слышишь да это кум мой кальян наверно курит все да рез Which means Dine как говорит жорж какой я молодец как я угадал все поместилось вот у меня сегодня также так ну теперь следующим слоем пойдут помидоры лук лимон и чеснок так подготовил специи соль чили достаточно будет смесь перцев и добавим орегано душица хорошо все перетрем вот так вот получилось и теперь будем посыпать вот так достаточно будет нарежем лук вот так вот вот так вот И теперь помидоры. Помидоры нарезали, отправляем в сковородку. Вот так, тут на помощь ко мне пришел мой кум, разжигает костер, сейчас мы поставим блюдо готовиться, я вас познакомлю. Последним штрихом у нас будет лимон. Разложим. Картина называется «Прощай, лето». Так, одного будет достаточно лимона, возьмем чеснок. И вот здесь по краям добавим чесночок. Сверху добавим еще чуть-чуть специй с солью. И сливочное масло. Вот так. Еще кусочек. На такую кастрюлю два куска масла, самое то. Закрываем. И несем на огонь. Ставим сковородку на огонь. Все, установили сковородку. Уменьшаем подачу кислорода, чтоб не сильный был огонь. И будем готовить 20-25 минут до готовности рыбы и картошки. Закрываем. Идем. Уменьшаем. Закрываем. Уменьшаем. что-то маловато будет на достаточно маловато и добавим держи ку спасибо ну что дорогой я хочу сказать тебе и нашим зрителям тост есть такое поверье на кавказе что когда проводишь время с друзьями это время зачет жизни не идет поэтому я в лице тебя хочу выпить за всех своих друзей которые сохраняют мою жизнь будьте здоровы мерси ух чтобы всегда так жили ну и мы вместе с вами урифата тоже такой есть сразу горели переживайте это начнется просто ту булку съел рифат да с другой банка икры но водку он не пил тогда икра на ветер сейчас скажет наливайку хочу пожелать нам всем нам вашим зрителям мира любви добра понимания мы знаете мы жизнь настолько скоротечно что мы ее не на то тратим свое время знаете я всех нас призываю понимать друг друга любить друг друга держаться вместе хочу пить за то чтобы никогда не было войны чтобы наши дети жили под мирным небом всем добра мира любви и процветания аминь о хорошо рифат как ты так быстро села пока ты в гамаке вот там лежал ну гамак зачетно у нас да а рыбу гостям оставил в гамаке вот тут 5 Ух, как дымит Та-да-да-дан Опа Красота Сейчас будем дегустировать Ух Ух Почувствуйте Аромат Ой-ой-ой Последние штрихи Как пицца, да, Рифат? Куда же, без зелени, да? Да, без зелени никуда Так, ну что, кум Перед тем, как кормить гостей Опа Вот и гость Заходи, говорит, кобель привязан Вот и наш гость Наш друг Добрый-добрый Руслан, сразу за тарелкой иди Опа Кум, держи Спасибо Ой, что это, кум? Вай, мама, что это? Забанят, да, Рифат? Зато, что поешь Как сказал Журик Вартанов Я свои вены хавал Красота Красота Так, ну что, кум Вот так я сейчас себе Сразу отломлю Я себе приготовил уже, кумошек Давай Давай Дорогие друзья Ну что, пришло Время А то Рифат И ту икру доел Закусить не о чем, да? Рифат, как не выпивающий Он не понимает, что такое Закуска и еда Понимаешь? Он все пупит Я закуску в еду превращаю Я же Ну как? Отлично Вердикт ваш нужен Чуть-чуть маловато соли Неправда Неправда Тебе вот, видишь Кому как Поэтому Не ешьте соль Поэтому солить нужно в меру Каждый себе потом досолит Руслан Кум Я предлагаю сделать вот так Хотя меня все за это ругают Ну как вот это не сделать? Все свои Ну как это не сделать, а? Как не отдать это Держи, конечно Да? Ну что ты скажешь? Слова здесь излишни От комментариев Белиссимо Сливочное масло делает чудеса С чем угодно Как говорят греки Теллия Это что значит? Сливочное масло? Ну я не... Что? Что это значит? Нет, ком Это значит верх Это предел Отлично Похвала от тебя Многого стоит Потому что Если было бы невкусно Он бы сказал бы Даже в этом ролике К сожалению Да Кум Ну мы же близкие Лучше говорить правду Конечно Согласен? Чтобы Делать работу над ошибками Всегда человеку нужно говорить Что-то не так Если вы будете лицемерить И говорить Что все хорошо То он будет продолжать делать плохо Зная Что все хорошо В общем Мы много разговариваем Я хотел бы Попросить вас Если вам понравился этот ролик Поставить лайк Написать комментарий По поводу моего кума Как вы хотите Чтобы еще Мы ролики с ним вместе снимали Или вам нужно только Чтоб мы с Рефатом вдвоем были В общем Ставьте лайки Нажимайте на колокольчики Подписывайтесь Кто только зашел А мы будем дальше Готовить Отдыхать И радовать вас Вместе с вами Вместе с вами Вместе Вместе Редактор субтитров А.Семкин